Так, Елена Александровна, съемка пошла. Что говорить? Если ты видела часть моих четырех тысяч фильмов, то там никаких сценариев нет. Поэтому говорить можно о чем угодно. Значит, сегодня как все-таки тема будет. У меня уже дозревают последние абрикосы. Ну, вот они. Ладно, сейчас плохо видно. И я хочу успеть сделать сравнительный анализ самых культурных абрикосов и то, что вчера был абсолютно диким. То есть речь идет о потомстве манджурских абрикосов. Вот. И получается так, что в этом саду одни не дичают, хотя привиты. Вот, Миша, это ты ешь бай. Он, смотрите, как плохо отделяется косточка. А, ну и что? А вкус? Вкус хороший. А, ну так теперь что, брать топор? Нет, просто есть разные на разные цели. О, хорошо сказано. Если это вот, допустим, десертный, то, пожалуйста, ешь в сыром виде. Если на переработку, то желательно, чтобы косточка отделялась. Ну, это хорошо. Как бы полезное качество. Так, ну вот что сделаем. Давай теперь поговорим о серьезных вещах. Итак, представься, пожалуйста. Меня зовут Савельевич Елена Александровна. Я являюсь сотрудником кафедры «Селекция озеленения» Сибирского государственного университета науки и технологий, город Красноярск. И аспирантом данной кафедры. Ну, я добавлю, хочешь, потому что ты стесняешься. Путинская степендиатка. Два красных диплома. Десятки. И еще будучи студенткой, уже десятки. Вот я, будучи студентом, ни одной почему-то работы не написал, а у тебя десятки. Вот. Далее. Значит, собственный дачный опыт, это тоже не шутки. Двадцать лет. Далее. Участие в экспериментах в саду Железова. Так? Да. Да. Теперь. Значит, после всего этого, я все время в этих сетях подталкиваю мысль. Впереди три возможных варианта жизненного опыта. Уже опыта. Причем богатейшего опыта. И неординарные знания. И практические, и теоретические. Вот. Итак, или готовый ведущий крупнейшего телеканала, чтобы миллиону людей не просто научить, а переучить. Или второй момент. Это значит кафедра в ВУЗе. Учить сотни тысяч студентов. Третий момент. Возможный. И, к сожалению, самый реальный. Собственный сад. Собственный плодопитомник. Но наука будет отдыхать. К сожалению. Вот. И пусть она кусает локти. Вот. Дело в том, что когда тебе стало много известно, я тебе несколько десятков фильмов снял. Я думал, обязательно будет предложение. Предложение. Причем не просто от науки. А от ведущего университета, академии типа Тимирязевки. Где надо все переделывать, перекраивать. Никто на это никогда не пойдет. Понятно. Она всегда хорошо работает и без таких, как я. Нет, она работает хорошо, но пустую, холостую. А это никого не волнует. Никого не волнует. У них все хорошо. Ладно. И тем не менее, я лишний раз хочу об этом сказать. Теперь конкретная тема. Значит, вот эти абрикосы. Ну, вчера был роганный ветер в ночь. И нам пришлось срочно все собирать. Портится махом. Это самая роскошь. Это баи. Вот. Причем баи уже не чистые баи. Вот. А вариант баи. Вот. Я его назвал как? Вспоминаю. Баи Левицкого. Вот. Давай так. Сейчас еще раз крупный план. Возьми несколько в руку. И мы пойдем сравнивать их с маджусами, которые должны быть дикарями, но совершило чудо. Я хочу с этим чудом. Я несколько лет почти молчал. Фотографии показывал. Вот. Вот это баи. Пойдем. Можешь кинуть обратно, потом все берешь. А, да, да, да. Сравнивать. Ну, тут посмотри. Тут еще есть получше. Вчера бы тут собирали. Ну, давай, пойдем. Теперь мы будем сравнивать. Значит, дело в чем. Заканчивается карьера абрикоса баджурского, которого я присвоил. И он известен теперь. Даже уверена, наука уже знает. Вот. Под названием баджурский патриарх. Вот он. Все. Он уже небо не закрывает. Вот. Мне попросили его пока не выпиливать. Все еще надеемся, что все еще будет давать уникальные плоды. Вот. Вот два его сына. Идем сюда. Ради них мы здесь. Может, я поснимаю? Кстати, его манитоба, посмотри. Подними. Вот. Ну, манитоба мелковата. Ага. Ну, это же Канада. Что она посрежит с нами? Ну, какая-то Канада. Я особо не культивирую. Вот они особо не там. А вот, видишь, плодики висят. Вон они. Ну, конечно же. Ну, ты тоже не сильно этого. Нет, но они тоже вкусные. Итак, представляю. Два сына баджурского абрикоса. Мне они пронумеровали разу три, четыре, пять. Дальше несколько без номеров. А эти вообще за пределами внимания. Приезжал до Скобилы. Я угощал. Смотри. Вот. Не-не, мы сейчас по-другому сделаем. Я не буду снимать. Не буду срывать. Нет, срывать не надо. Я их сейчас трясу. Не надо? Нет, надо в руках подержать. Ради науки жертвуем. А они зеленые еще? Вон, вон, вон. Поднимай вот тот. Вон он, желтенький. Ой. Он вчера или позавчера упал. Это дедоватый. Давай сравним. Ну смотри, вот давай. Берем ветку. Давай, вот она ветка. Вот. Вот это бай. Вот. А сейчас я хочу, чтобы ты попробовала на вкус. Ты сейчас будешь приятно удивлена. Вот этот? Да. Так вы показываете это сюда. А, давай. Вот скажи, что декаль, что есть невозможно. Есть кислинка, но здесь можно. Вот. И чтобы это... И так хотелось, чтобы с дерева. Они зеленоватые на дереве. Да, зеленоватые. Ладно, они красавцы. Ладно, а теперь второе дерево. Второе дерево. Смотри. Вот. Оно более перспективное. Дело в том, что вот это, оплодоносило, вот это, а не помельче. Ой-ой-ой. У меня тут, смотри, что-то случилось. Ну давайте к этому еще раз приставим. Давай. Давай. Вот. То есть получается, что... Получается, что оно практически не уступает баю. Да. Вот. Жалко. Нет еще большой. Жалко, что не... Жалко, что еще зеленые. Так вот, они абсолютно сладкие. Теперь, их происхождение... Давайте я приснимаю. Да я уже как-то это... Их происхождение такое. Итак, тот, который ты пробовала, он 100%... Теперь не собственные, верно? Не собственные, но на нем была прививка, и она погибла. И второй, смотри внимательно, я этот метод называю инфицированием. Вот здесь была прививка, я уже показывал фильм годом раньше, вот такие абрикосы показывал. Вот. Вот прививка, вот она. А вот это вот, вроде бы дикарь. Но этот дикарь, посмотри еще. Да вот, вот висит. Ага. Веточка. Ну, наклони. Этот дикарь уже вот такой. Он больше, похоже, даже, чем культурный. Смотри. Да, ему еще расти, расти. Вот. Вот. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что способ инфицирования имеет право называться способ селекции. Да. Вот. Инфицирование уже это. И... Ну, взаимное влияние лучше. Инфицирование что-то какое-то. Грубоватый термин. Нет, нет, нет. Нет, пойми, есть общий термин. Их даже несколько уже придуманных терминов. Сейчас скажу. Так. А, я все равно, да, показываю. Да, вы просто куда-то показываете. Да, забирай. Итак, наука изобрела термин ментор. Ментор и точка. Причем, как правило, имеется в виду влияние подвое на прямое. И можно стойкость выше. Вот. И можно даже ухудшить качество. А влияние прямое на подвое, оно не изучено. Совершенно. Почему? Раз вспомнишь эту скандальную историю, выпустив эти вязвики, но реакция была такая на мои эти самые, на мои конкретные предложения. Вот. Я ментором упоминал слово инфицирование и самое главное вегетативной геморизации. То есть с помощью прививки. Ответ был такой. Значит, вегетативная геморизация, Валерий Константинович, уже наука. И бах, цитату, 1930 года. Вот. А сейчас что? Вот он. Еще раз покажи этот гигантский абрикос. Абрикос сам банджурский, который патриарх. Ага. Так. С квадами. Пойдем, может, пойдем, чтобы не ходим. В прошлом году региументжурцев дал уникальный урожай. 40 ледов. Зафиксировано. Фотографии были здесь абсолютно сплостной камер. Он также в абрикосах, как будто и не падал. И в результат показать... А, вот, нашла. Я нашла. Вот. Вот это его супруг. Вот это. Вот он. Видишь? Он упал на мою территорию. Вот это вот. Это сенья самура. Так. Кстати. Вот, видишь? Сенья самура. А сам банджурис, он остался вот таким. Вот. Вот таким вот. Не думаю, его кушать, он совершенно невкусный. И теперь, вот даже видно, хоть, вот они, его потомки. Хорошо. Первое, естественно, у них есть... Родитель, который появился благодаря скрещиванию. Так, перекрёсываю пылению. Вот. Но. Получается так, что именно те абрикосы, где у меня неудачные прививки, или удачные прививки, именно у них увеличились размеры. Там, где я этого не делал, например, просто посадил. Часть у меня, половина таких, которые идут от неудачной прививки, или вместе с прививкой, вот так. От выше прививок, ниже прививок. Вот там крупные, вкусные манджорицы. Там, где чистый манджорицы, вот эту же косвику дырную выбросили. Я её пересажу на другое место. Получается чуть-чуть лучше. Но такого вот, такого вот, но такого уже никогда не получить. И в сумме получается всё равно. Можно ли предположить, уважаемый аспирант, что морозостойкость, ещё раз туда направь, морозостойкость на судовях бежурства, такая же, который был, а то даже и лучше. Ну, как видишь. Какие-то качества сохранили, какие-то нет. Сыны амора тоже очень интересная тема, потому что он вроде бы культурный, а их надо культивировать, потому что будут четвёртыми плодами, содержащие кости. Транспортабельность уже десятки дней, если не месяцев. Кстати, я в прошлом году хранила фаину ровно 34 дня. Фаина? Да. Фаина же это это. Она должна быть. В холодильнике она лежала. Да, в холодильнике. Ну, вообще, это здорово. А мы, может, брали не очень спелые. Нормально. Нормально? Ну, с лёгкой зеленцой. А, ну, понятно. Так, теперь нам надо будет... Ну, наверное, пойдём дальше, потому что осталось 5 минут. Да, ну, не только 5 минут, там уже разряжена батарейка. Давай покажем людям то, что рядом. Вот здесь на одну вишню. Кстати, вот ещё одна вишня. Вот они такие есть. Не укультуривается. А потомка, соединяющие качества. И супруга. Тот, который его опылил. И супруга. Сами видите. Это самое. Это отдельный разгар. Посмотрите, сколько их есть. Так, сколько их есть.